Вы цитируете словами Киши, что пение – это правильно продлённая речь. Что это значит? Расшифруйте для молодых вокалистов. Значит, если совсем просто, я вот сейчас уже 30 лет преподаю, и вот что интересно, взрослому человеку задаёшь этот вопрос, от чем вот, допустим, первый, наводящий, чем пение отличается от разговорной речи. И взрослые начинают там, а там резонатор, а там это. А дети говорят очень просто. Так пение ж надо тянуть, а разговор отрывистый. Вот пение ничем. Чем проще мы поём мелодию, мы гласные должны просто железно дать. Гласные тянутся, согласные приставляются. Если ты нанизываешь на ниточку эти гласные, ты должен знать, куда, ну, все знают, позиция звука, да, все вокалисты знают, головной тон. И пошёл туда. Ну, в Микише есть собственные упражнения, которые я всё время ими пользуюсь. Они помогают попасть именно в позицию звука. Вот-вот сюда, в гаймеровые полости, фронтальные зоны, а потом из них пойти в головной тон. Там, где костей много, там, конечно, твёрдое звучит. Слышите? Оно звучит. А мягкое оно ж не звучит. Вот в твёрдые надо места, ещё пустоты звучат. Ну, естественно. У нас в ванной звучит, ого-го, как. И вот эти вот гаймеровые полости, фронтальные зоны, они даёт объём. Ну, они даёт.